Всем привет! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко и мы приготовим тушёную капусту с огурцами и мясными фрикадельками. Для приготовления нам потребуется 300 грамм фарша. Фарш можно взять любой. У меня сегодня смесь курицы, говядины и свинины. 900 грамм капусты, небольшой огурец весом 70 грамм. Огурец можно взять как солёный, так и маринованный. Маленькая морковка весом 45 грамм, 100 грамм лука, 120 миллилитров воды, 2 столовые ложки томатной пасты, смесь перцев и соль. Мелко порежем лук. Чем мельче, тем лучше. Лук мы обжаривать не будем, поэтому нарезаем помельче. Не очень крупно нарежем огурец. Небольшим кубиком. Капусту нарежем не очень крупно. Морковь натрем на мелкой терке. Итак, смешиваем лук, морковь, фарш. Соль добавляем по вкусу, я чуть больше, чем пол чайной ложки. И всё хорошо перемешиваем в однородную массу. Благодаря луку и моркови фарш получается более сочный. Катаем небольшие шарики из данного фарша. Примерно вот такие. По размеру чуть больше грецкого ореха. Вот такие мясные шарики у меня получились. Итак, на дно чаши мультиварки выкладываем 2 столовые ложки томатной пасты. Добавляем огурец. Добавляем пол чайной ложки смеси перцев. Добавляем воду. Всё необходимо перемешать. Нам необходимо, чтобы томатная паста хорошо разошлась в воде. Вот такой приятного красного цвета соус получается. Добавляем всю капусту. Соль добавляем по вкусу. Я добавляю чуть меньше 2 чайных ложек. И всё хорошо перемешиваем. Всё хорошо перемешали. Капуста чуть умялась. Сделалась меньше в объёме. Сверху выкладываем мясные шарики. Они у нас получатся в один слой. Закрываем крышку мультиварки. Готовить буду на режиме тушения. 1 час. Ведь продукта овощи. У кого нет выбора продуктов, тогда просто режим тушения час. В мультиварке Philips готовим на режиме суп тоже 1 час. Итак, прошёл час. Капуста готова. Отключим подогрев. Как вы видите, сама капуста уменьшилась в объёме. Она сочная, дала сок. И сами мясные шарики тоже готовы. Видите, вот там видно сок. Такое блюдо у нас получилось. Достаточно диетический вариант. Капуста готовится без масла, но при этом она получается очень вкусной и сочной. При подаче я украсила ещё свежей зеленью. Попробуйте, и вы обязательно приготовите это блюдо. Второй рецепт. Приготовим картошку со свиными ребрышками. Для приготовления нам потребуется 1 кг 100 г картофеля, 700 г свиных ребрышек, некрупная морковь весом 100 г, 150 г лука, подсолнечное масло, смесь перцев и сладкая молотая паприка, а также соль. Мелким кубиком порежем лук. Вот таким образом. Картофель нарезаем не очень крупно, но и не мелко. Примерно на 6-8 частей. Вот таким образом. Морковь натрем на крупной терке. На дно чаши наливаем 4-5 столовых ложек подсолнечного масла. Выкладываем лук и морковь. Далее сверху выкладываем ребрышки. Видите, они у меня достаточно мясные. Некоторые оставляю мясо на ребрышках, а некоторые я порезала чуть помельче, вот такими кубиками. Выкладываем всё мясо. Сверху выкладываем картофель. Аккуратно весь. То есть, всё выкладываем пока слоями. Соль добавляем по вкусу. Я добавляю чуть больше 2 чайных ложек соли, учитывая, что у нас там и картошка, и мясо, и овощи, лук с морковью. Добавляем смесь перцев, чуть больше пол чайной ложки. Добавляю чайную ложку с горкой молотой паприки. Добавляю 160 миллилитров холодной воды. И закрываем крышку мультиварки. Ничего не перемешиваем. Готовить буду на ручном режиме. Это мультиповар 130 градусов. Покажу 1 час. Можно готовить на режиме выпечка, также 130 градусов. Прошел час. Картошка готова. Всё хорошо перемешаем. Сейчас нам необходимо, чтобы морковь, лук, мясо, всё распределилось равномерно. Вот такое блюдо в итоге получилось. Вот такая сочная картошечка, которая во время приготовления пропиталась вкусами и ароматом специи и мяса. Мясо получается нежнейшим. Обязательно попробуйте приготовить его и вы. Ведь это блюдо без хлопот, а получается очень вкусно. Третий рецепт. Мы приготовим булгур с курицей. Для приготовления нам потребуется 400 грамм курицы. Я взяла мясо с бёдрышек. И оно более сочное. Также нам потребуется 270 грамм булгура. Это 2 полных мультистакана. Небольшая луковица весом 100 грамм. 30 грамм сливочного масла. Столовая ложка подсолнечного масла. Морковь весом 70 грамм. 500 миллилитров горячей воды. Смесь перцев и соль. Некрупно порежем лук. Морковь порежем мелким кубиком. В чашу мультиварки наливаю столовую ложку подсолнечного масла. Добавляю 30 грамм сливочного. Выбираю режим жарка. Жду 2-3 минуты, чтобы масло успело нагреться. В чашу мультиварки отправляем лук, морковь. И сразу отправляем курицу. Жарим 10-15 минут. Отключаем режим жарка. Добавляю промытую крупу. Во время приготовления она как рис увеличивается в объеме. Я взяла 2 полных мультистакана. Обязательно добавляем какие-нибудь приправы. Можно добавить смесь перцев или приправы для курицы. Соль добавляем по вкусу. Я добавлю чуть меньше, чем 2 чайные ложки. Заливаем это все обязательно горячей водой. Перемешаем. Крупа должна быть полностью в воде. В это время соль, специи все тоже перемешается. Закрываем крышку мультиварки. Готовить будем на режиме рис, крупы. 35 минут будет достаточно. Если у вас время по умолчанию, тогда выпарится вся вода. То есть 35 минут или программа экспресс. Время истекло. Вот что у нас получилось. Кто не пробовал эту крупу, это что-то среднее между перловкой и рисом. Смотрите, какое рассыпчатое блюдо получается. Еще раз все хорошо перемешаем и можно накладывать. Блюдо из булгуры и курицы получается очень вкусным, рассыпчатым и нежным. К этому блюду отлично подходит салат из свежих овощей. Обязательно разнообразьте свое мнение таким блюдом. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии. Подписывайтесь на канал. Нажимайте колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых рецептах. Всем приятного аппетита и до новых встреч!